Кому каникулы, а кому военно-спортивные сборы. Воспитанники отряда «Юный спецназовец» в очередной раз приехали на базу «Урагана», чтобы почувствовать себя настоящими бойцами спецподразделений. Участники – это курсанты отряда «Юный спецназовец» подшефного в Сен-Российской области. За это время сбор будет проходить в течение трех дней. За это время будут ребята изучать огневую подготовку, высотную подготовку, топографию, медицинскую подготовку. И проявить свои физические качества. В отряде ребята и живут, и учатся все время сборов. День распланирован по минутам. Большое внимание уделено спортивной подготовке. Каждый из присутствующих изучает восточное единоборство. Объединяет ребят и общая цель – построить военную карьеру. Нам говорят, что мы должны хорошо учиться, ходить на тренировки, чтобы потом успешно закончить институт и стать одним из лучших. Закончить один из классов, поступить в университет и в эту специальность поступить. В дальнейшем создать спецназом. Сборы – это школа для курсантов. Здесь они узнают о заимедицинской подготовке и учатся навыкам, которые в будущем им пригодятся в военных училищах и вузах. Например, правильно собирать парашют. У этого простого, на первый взгляд, занятия целый ряд тонкостей. Прежде чем приступить к укладке парашюта, необходимо осмотреть целостность купола, нет ли каких-то рваных дыр, которые могут впоследствии при спуске разойтись еще больше, и тем самым парашютист приземлится с большой скоростью, которая нам совсем не нужна. Для этого мы осматриваем, смотрим, нет ли разрывов и нет ли масляных пятен. В отряде подавляющее большинство мальчиков. Здесь они получают не только боевые навыки и привыкают к дисциплине, но и учатся ставить себе правильные цели, видят перед собой примеры для подражания. Закончить школу, пойти в боевое училище, закончить его и поступить в спецназ. Спецназ, я думаю, очень хорошая работа. Они помогают людям, защищают их от бандитов или террористов, которые пытаются всячески напакостить Российской Федерации. В этом году летние сборы немного подпортила погода. Водолазные тренировки и забег по лесополосе приходилось проводить в экстремальных условиях. Но, как здесь принято считать, тяжело в учении и легко в бою. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова